Привет, друзья! Сегодня я расскажу о втором сезоне норвежской фэнтезийной драмы 2022 года под названием Рагнарёк. Магна и Видар бесчувственные лежат на пристани, когда подъезжает машина скорой помощи. Один из фельдшеров бросается к магна с дефибриллятором и начинает оказывать помощь. Получив разряд, магна мгновенно приходит в себя и испускает мощную волну, которая отбрасывает человека на несколько метров. Пока второй медик пытается оказать помощь своему товарищу, магна подходит к телу Видара. Тот открывает глаза и шепчет слова угрозы. Магна погибнет до наступления новолуния. Парень убегает. В это время в доме престарелых один из постояльцев, вот он Вагнер, жалуется санитару Халвару на вышедшую из строя коляску. Магна бежит в горы. Он потрясен произошедшей битвой и обращается к летающей над ним птице, обвиняя во всем случившемся с ним. И вдруг магна оказывается в потустороннем мире, а перед ним стоит древняя колдунья Вельва, которая принимает облик Изольды. Она напоминает, теперь нужно добыть оружие и найти друзей, ведь другие боги обязательно придут на помощь. Вельва просит не приходить сюда, потому что великаны могут убить и ее. А потом она зачерпывает нечто из светящегося шара и дует в лицо парня. Магна тут же оказывается один на горе. Раздраженный Видар мчится в свой дом и рассказывает Ран и Сакси о произошедшем сражении. В это время компания молодежи проводит время за столиком уличного кафе, когда к ним прибегает Магна в поисках кассирши, но никто не знает, где она. Зато все восторгаются речью Лаурица на празднике. После чего Фьор возвращается домой и объявляет, что не убил Грай. Мало того, он собирается уйти из дома и жить с любимой девушкой. Парень не хочет принимать участие в предстоящей битве. Придя в дом Грай, он сообщает о своем разрыве с семьей. Магна в это время напоминает Лаурицу рассказы о Рагнарёке, но брат не воспринимает всерьез эти древние истории. Чтобы доказать свою новую сущность, Магна гнет перед братом металлическую биту. Лауриц просит дать ему время, чтобы осмыслить все сказанное. На следующий день по ТВ выступает начальник полиции Эдды и сообщает о начавшемся расследовании деятельности U-Tool Industries, для чего в городок приезжает известный эксперт. Передачу смотрит Лауриц, поглощая еду, когда пришедшая Турит удивляется прожорливости сына, а Магна в своей комнате наблюдает явные изменения в своей внешности. Его мышцы наливаются, и он становится еще сильнее. Позже Турит приглашает парней отметить день рождения их отца и показывает совместные фото. Семья отправляется на могилу отца, где Лауриц выдает сентенцию, что отец явно гордился бы сыном, похожим на женщину и употребляющего косметику. Вот Магна похож на отца, а Лауриц как будто из другой семьи. Турит сглаживает неприятный разговор. По дороге домой они встречают Эрика, и тот сообщает, что решением школьного совета Магна может вернуться в школу. В этот момент Турит просит о помощи, машина не заводится, и Магна толкает автомобиль до автомастерской, где их встречает механик Гарри, и там в голову Магны приходит догадка, где можно раздобыть молот. В это время Видар смотрит по ТВ-репортаж о найденных бочках, пока женщины сносят вниз древнее оружие. Саксу раздражает отказ взять ее в дело, ведь она член семьи. Согласившись с этим, Видар ведет ее на завод и показывает производство, когда приходят представители полиции. Видар держится надменно и вызывающе, но девушка в решающий момент сглаживает поведение отца, извиняясь за причиненные проблемы и обещая сделать все для их решения. Отцу приходится признать ее правоту. А Магна в это время делает рисунок молота Тора на новом планшете TCL Next Paper 12 Pro, потому что соотношение сторон этого гаджета идеально для рисования. Кстати, магнитный стилус, поддерживающий степень нажатия и угол наклона для творческих задач, входит в комплект. С ним легко рисовать, делать заметки от руки и многое другое. Так, чертежи молота готовы. Что там у нас дальше по легенде? Ага. Теперь нужно найти вечный огонь и гнома, который скует нам настоящий молниеносный молот Тора. Большой, яркий, многослойный экран диагональю 12,2 дюйма обеспечивает комфорт при просмотре видео любого формата, будь что фильмы или ролики в ютубе. А четыре звуковых динамика выдают качественный звук. Ну вот, например, на этом планшете я посмотрел сериал «Рагнарёк». И что очень важно, экран с защитой зрения на аппаратном уровне, который не бликует и имеет матовую поверхность, подобную электронной книге, но при этом без искажения натуральных цветов. Поэтому можно читать и работать, не беспокоясь о зрении, а также слушать музыку, смотреть фильмы и даже с удовольствием поиграть в свою любимую игру. А наличие фронтальной и тыловой камеры обеспечат качественные фотографии и хорошую картинку при звонках по видеосвязи близким. Также хочется добавить, что планшет обладает большой внутренней памятью, работает на операционной системе Android 12 и имеет мощную батарею на 8000 мАч с поддержкой быстрой зарядки. И всё это в супертонком корпусе весом всего 600 грамм. Поэтому в преддверии праздников можно порадовать своих близких хорошим и полезным подарком. Ссылочка будет в описании под этим роликом. Туридже, придя в магазин, извиняется перед Венча за сказанные в сердцах слова. И женщина просит её сообщить сыну, что он встретится с богом на мосту, для чего ему нужно вспомнить древнее пророчество Вёльвы. Услышав эти слова, Магне бежит к мосту. Он запоминает первые слова предсказания и пытается читать их прохожим, но все проходят мимо. Кроме Иммон, вывезший на прогулку Воттана. Магне читает несколько строк, и девушка продолжает текст. Они идут домой к Магне, и девушка рассказывает, как Венча активировала её силы, сказав, что она особенная. А потом велела найти главного воина и помочь ему. А Лаурец в это время приходит в кафе Гриль и знакомится с официантом. Он безошибочно опознаёт в парне представителя нетрадиционной ориентации и выказывает свою симпатию. Тем временем Магне пытается вызнать силы Иммон, но девушка не может вспомнить ничего сверхъестественного. Вернувшись домой, Лаурец делится с матерью своими надеждами и сообщает, что вечером к ним придёт молодёжь, чтобы устроить вечеринку. В этот момент они слышат весьма характерные звуки из комнаты Магне. Мать и сын улыбаются. Видимо, Магне нашёл себе девушку. Но оказывается, парень, демонстрируя свою силу, посадил Иммон на стул и поднимает её одной рукой, а она стучит по потолку и вскрикивает. Вечером в доме Турит царит веселье, на которое приходит Играй с Фьором. А Иммон, наконец, находит свою силу. Она может любого заставить делать то, что она хочет. И демонстрирует это на одном из парней, которые по её приказу приносят ей выпивку, передвигаясь на коленях. Похоже, что она воплощение богини любви и плодородия Фрея. Новый приятель Лаурица так и не приходит, и расстроенный парень жалуется матери на свою непохожесть. Он просто урод. Подвыпившая Турит открывает сыну правду. Утром Иммон и Магне приходят в мастерскую, и девушка, пользуясь своими силами, заставляет Гарри изготовить молот по рисунку Магне. В это время Турит идёт к Видару и признаётся, что в ту единственную ночь, которую они как-то провели вместе, она забеременела. А сейчас тот случай, когда Лаурицу очень нужна мужская поддержка, и Видар благодарит женщину. Вечером Магне, возвращаясь домой, видит Видара, обнимающего Лаурица. Ночью Турит пытается оправдаться перед Лаурицем. Она никогда не жалела, что родила его, и она будет не против, если парень получше узнает своего настоящего отца, что очень не нравится Магне. В Ютулхейме Ран тренируется со своим боевым луком, напоминая Сакси о её копье. Но девушка полностью погружена в дела завода. В этот момент Видар сообщает об обретённом сыне, что вызывает возражение Ран. Великаны не могут иметь детей от смертных, но Видар ссылается на судьбу. А Магне сообщает эту новость Имман и узнаёт, что девушка родилась на Шри-Ланке, но растёт в семье норвежцев. Она хвастается, что с помощью своих способностей получает всё, что захочет, что вызывает осуждение Магне. Силы даны нет для добычи новых шмоток и обмана продавцов. В этот момент Гарри приносит молот. Лаурец приходит к Видару, и тот предлагает совершить мотоциклетную прогулку. Магне и Имман идут испытывать молот, ведь настоящий должен всегда возвращаться к Тору, но молот просто улетает. Сделав остановку на горе, Видар пытается выведать что-то о Магне, но Лаурец сразу понимает это. Магне отыскивает свой молот, но не понимает, почему он не работает. Тем временем Сакса продолжает изучать дела компании и делает заявление перед журналистами, что слышит компания молодёжи, сидящая в гриль-баре. Ребята потрясены признанием, что пить воду из-под крана опасно, ведь они только что получили по такому стаканчику. Фьор слышит извинения Саксы и уходит. Одна из девушек предлагает устроить протест против ютулов, изгадивших Фьорд. Турит пишет записку для сыновей о запрете пить воду из-под крана, когда в дом входят Лаурец и Видар. Парень в восторге. Отец подарил ему мотоцикл. Тем временем Ран рассматривает фотографии в семейном альбоме и вдруг смахивает слезу. Вошедший Видар сообщает о том, что готов принять нового сына, что вызывает резкий протест Ран. Сакса поражена обилием эмоций, ведь Ран никогда не ревновала мужа. Вечером Магне отправляется в гриль-бар, и туда же приходит Сакса. Увидев её, парень выхватывает нож, но девушка просто провоцирует его. Поговорив, они приходят к выводу, что их семьи сошли с ума. В Эду приезжают цистерны с питьевой водой, а Вьор получает приглашение от Ран на разговор. Женщина приехала к дому Грай и ждет снаружи. Он выслушивает рассказ матери о домашних переменах и отказывается называть Ран матерью, ведь они просто симулируют эти отношения. Он не собирается возвращаться и не хочет иметь дела с фирмой. Рассерженная Ран видит семью Сейр и пытается наехать на них своим автомобилем, но Магне успевает среагировать и оттолкнуть близких. Ран извиняется, якобы она потеряла управление, но Магне не верит ей. Он хватает молот и бежит к Венче. Старуха испугана. Великаны убьют её, если увидят их вместе. Она поражена попыткой Магне сделать молот, ведь просто так его не получить. И обещает рассказать, как выковать настоящий Мьёльнир. Ведь у великанов есть древнее оружие, которым они могут убить любого. Она начинает рассказ о вечном огне древних богов, но замечает Ран и скрывается в здании, обещав Магне рассказать всё при встрече на горе. Лауритс приходит в Ютулхейм и угощается медовухой. Видар рассказывает, что парень не человек, и даёт ему сердце оленя, добытого им для него. Лауритс съедает мясо, и перед ним проносятся видения древних великанов. Видар хватает его руку и суёт в огонь. Парень кричит, но когда он вытаскивает руку, ожог проходит прямо на глазах. Теперь он неуязвим. Увидевшая это Ран приходит в ярость. Пока супруги ругаются, Лауритс идёт в туалетную комнату и, умывшись, видит в зеркале древнего насмешника, сводного брата Одина и отца змея Мидгардсорма Локи, и понимает, он его воплощение. Вернувшись в комнату, он слышит слова Ран о том, что кассирша на самом деле вёльва, и она собирается её убить, пока Магна не получил молот. Магна тем временем приходит за Лауритсом в Ютлхейм. Он просит брата вернуться домой, и тот нехотя соглашается и рассказывает о намерениях Ран. Магна бежит к ней. Венчи в это время закрывает магазин и идёт домой. Но видит машину Ран и взлетает в небо птицей. Магна видит её полёт и радуется. Всё обошлось. Но Ран натягивает лук, и стрела пронзает птицу. Она падает неподалёку от приюта. Раненая женщина добирается до Воттана, вручает ему свой медальон и просит помочь Магне. Вбежавший парень берёт её голову в руки, но женщина рассыпается пеплом. Магна плачет над тем, что когда-то было его наставницей, а потом бежит к машине Ран и угрожает убийством. Но женщина ведёт себя очень спокойно и успокаивает свидетелей скандала. Мальчик просто болен. Иммон с трудом уводит его прочь. Ночью Магна видит сон, в котором Изольда просит его не сдаваться. Утром по радио сообщается о предстоящей акции протеста, которую намерена осуществить молодёжь города. Турит заводит разговор о несдержанности Магны. Нельзя кричать на директора школы посреди улицы. А он напоминает о попытке убить их семью. Но Турит больше озабочена неуёмным аппетитом Лауритса, который хвастается перед братом, полученной неуязвимостью. Магна просит доказать его верность и помочь проникнуть в дом Ютулов, потому что думает, что вечный огонь горит в их очаге. Лауритс обещает своё содействие. По всей Эдди развешиваются плакаты и призывы закрыть вредное производство Ютулов, в то время как Фьор и Грай привозят её отца в больницу. Девушка благодарна любимому за поддержку и радуется, когда парень соглашается провести субботний вечер с её семьёй. Тем временем вот она рассматривает медальон Венча и надевает на себя. И в тот же момент в нём пробуждается тот, кем он и является. Царь богов Один, пожертвовавший глазом, чтобы познать вечную мудрость и способный видеть настоящее, прошлое и будущее. Отец Тора и побратим Локи. Мужчина начинает вести себя разумно и называет санитара Халвара тёмным эльфом, чем немало озадачивает мужчину. Магна тем временем продолжает тренировки и изучает скандинавские мифы, а потом посылает сообщение Имма на своём намерении пойти в Ютулхейм, чтобы выковать там молот. Турит и Лауритс в это время отправляются в магазин, и пока Туритс совершает покупки, парень пытает встречного Эрика расспросами о Локи. Тот рассказывает, что Локи был отцом змея Мидгард Сорма, что наталкивает на мысль, что Локи был первым в мире трансгендером. А на площадь, где люди набирают чистую воду в канистры, приезжают Сакса и Видар. Девушка уверена, что они должны показывать свою близость к народу, и тогда всё образуется, тем более, что планируются молодёжные протесты. Там их и встречают Турит и Лауритс, и последний напрашивается в гости к Видару. Сакса же отправляется заниматься делами завода. Придя домой, Турит рассказывает, что Лауритс отправился в Ютулхейм, что злит Магне. Они же договорились, видимо, его брат выбрал ту сторону. А Лауритс в это время наблюдает, как Видар готовит, и признаётся, что хотел бы бывать здесь чаще. Вернувшись домой, он попадает под руку Магне, но заслуживает прощения, продемонстрировав полученный от Видара входной ключ от Ютулхейма. Тем временем в доме Грай идёт ужин, на котором её отец много шутит, а потом благодарит всех за то, чем они были в его жизни. Грай не понимает, что происходит, но радуется хорошему вечеру. Вечером братья входят в дом Ютулов, когда там никого нет. Магна сует свой молот в горящий очаг, совершенно не представляя, что должно произойти. И, когда не случается ничего, в дверь входит Видар. Споткнувшись о рюкзак спрятавшегося Магне, Ютул вытаскивает молот. Магна приходится выйти и признаётся, что это его вещь. Видар понимает, что они пытались сделать, и выгоняет парней. Вернувшись домой, они застают за столом Эрика, который рассказывает, что Мьёльнир выковали низкорослые существа, которых люди называли гномами. Локи же стал побратимом Одина, поклявшись на крови. И, когда их кровь смешалась, он стал полубогом, полувеликаном. Ночью Ран пытается уговорить Видара забыть обман Лауридса, и тот обещает убить парня. Утром Вотон сдаёт кровь и признаётся Имман, что он Один. Девушка вызывает Магне, которого в этот момент приглашают на акцию протеста против Ютулов. Присутствующий тут же Фьор отказывается пойти со всеми. Магна приходит в дом престарелых, где Вотон приветствует его, но весьма строго обращается к Лауридсу. Он не верит парню и велит ему уйти, несмотря на заступничество Магне. Локи – предатель по натуре. Верить ему нельзя. Лауридс уходит, но видит столик с анализами крови. Он обманывает медсестру, вытаскивает кровь Вотона и вводит порцию в свою вену. В это время Фьор наблюдает за протестом, проходящим у ворот фабрики. Грай уходит туда без него и поддерживает Магна, считая, что это его заслуга. Сакса призывает отца дать ответ, и в этот момент к протестующим присоединяется Фьор. Он выходит вперёд и произносит речь, признавая вину Ютулов и обещая сделать всё возможное, чтобы исправить ситуацию, ведь планету у всех одна. Лауридс, глядя на это, колеблется между желанием уйти к Видару или всё же поддержать брата. В этот момент на телефон Грай приходит сообщение, и девушка убегает. Фьор спешит за ней. А Лауридс останавливает машину Видара и сообщает, что хочет поехать с отцом, садится в автомобиль и показывает всем неприличный жест. Грай и Фьор спешат в больницу, где мать девушки сообщает о самоубийстве отца. Мужчина выпил все таблетки снотворного, и спасти его не удалось. Видар и Лауридс приезжают в Ютулхейм, и отец рассказывает о том, как люди боготворили их и несли дары. Он демонстрирует парню, что может менять внешность, поэтому, когда он якобы старел, его место занимал его... сын. Видар готов был для него на всё, даже сделал неуязвимым. Правда, есть оружие, которое убьёт любого. Великаны не прощают предательство. В этот момент в дом врывается Магне. Он не даст брата в обиду. Видар с топором наперевес бросается на парня. Начинается жестокая драка, где враги побеждают по очереди. В один из ударов Видар вгоняет топор в стену. Магне отталкивает мужчину, и тот насаживается на торчащий из стены край топора. Его тело рассыпается в прах, что приводит Магне в ужас. Магне тяжело переживает всё случившееся. Чувствует вину за убийство Видара и потерю Лауридса, но не может признаться в этом матери, которая погружена в новые отношения с Эриком. Но её потрясает известие о смерти Видара. Мать сочувствует сыну, а тот бросает ненавидящие взгляды на брата. Грай приносит соболезнования Фьору, но тот огорашивает девушку признанием, что он не любил отца. Тем временем Ран призывает Саксу к мщению, хотя дочь осторожно относится к произошедшему. Они не знают, что точно случилось. Нужно быть осторожными. Но мать зациклена на ненависти к Лауридсу и собирается мстить именно ему. Но пока они объявляют об инфаркте. Правила U2 Industries гласят, что только старший сын вступает во владение, но Сакса намерена узурпировать должность. Измучившийся Магне отправляется к Фьору и признается в убийстве его отца. По правилам древнего мира он должен дать удовлетворение родственнику погибшего. Но младший Ютул отказывается от мести. Вернувшись домой, Магне обнаруживает запрещающие знаки на входе в комнату брата. Лауридс обвиняет его в убийстве, ведь отец собирался просто поучить его. В это время Вотан и Имман приезжают в мастерскую Гарри за коляской старика, но тот не может ничего сделать с изношенным механизмом. И туда же приходит Магне, и выслушав поздравления с одержанной победой, резко возражает. Он убил человека и отказывается от войны. Расстроенный Лауридс рассказывает бармену, что врачи обнаружили у него внутри ленточного паразита, и он начинает лечение. В это время Грай и Фьор едят мороженое на крыльце парикмахерской. И девушка признается, что ее мать намерена переехать из Эдды в большой город. И Фьор решает отправиться с ней, так как не собирается присутствовать на похоронах Видара. А Турид и Магне вызывают в школу, где парню дают разрешение на сдачу выпускных экзаменов, и определяют тему работы – скандинавские мифы. После этого Имман пытается убедить Магне вернуться в боевую группу, ведь войн без жертв не бывает. Кроме Видара остались еще великаны, среди которых и его брат. Услышав о Лауридсе, Магне выходит из себя, и брат, следящий за разговором, издалека видит искрящий повсюду свет. Сакса решительно берется за дела фирмы, и однажды разговаривает с Турид, убеждая ее не смешивать эмоции и работу. Обрадованная женщина благодарит девушку за понимание. А разозленная Имман отправляется в спортивный клуб, где замечает Гарри. Девушка вызывает его на бой. Парень относится к этому с юмором, и зря, потому что Имман здорово наподдает ему. Но падая, глотая кровь, парень встает вновь и вновь. Он никогда не сдается. Счастливая Имман ведет его к старику. Она нашла бойца. Видимо, раньше его душа жила в теле известного смелостью и силой бога войны Тюра, потерявшего руку в битве с Волком Фенрером, пожертвовав собой ради спасения друзей. Тем временем молодежь обсуждает акцию протеста против заводов ютулов и приглашают Магне принять участие, не замечая вошедшую в кафе Саксу. Парню неудобно перед ней. Но как остановить разговор, он не знает. Это делает сама Сакса. Магне просит прощения за то, что она потеряла отца, и девушка принимает извинения. Дома Лаурец принимает лекарства и с горечью вспоминает Видара. Мать пытается примирить братьев, и когда Лаурец соглашается обнять брата, его скручивает от жестокой боли. Парня везут в больницу, и врачи приходят в шок, увидев величину паразита внутри человека. Ему делают операцию, и червь выживает. Врачи намерены исследовать его, ведь такого они раньше не видели. Но Лаурец намерен забрать его себе. Вечером того же дня Фьор и Саксо встречаются в уединенном месте, чтобы обсудить все назревшие вопросы. Фьор рассказывает о виновности Магне и своем намерении уехать с Грай. Сестра обвиняет его в трусости и уезжает. Наступает день похорон Видара. Магне объявляет, что не идет на похороны, но мать просит сделать это ради Лауреца. В этот момент парень выходит из комнаты. Он опять изменил образ и теперь очень похож на отца. Магне убегает, не в силах видеть брата. Он приходит на гору и просит забрать его силы. Он убил человека и потерял брата. Не получив ответа, Магне идет в церковь, где его упреками встречает Лаурец, который сидит на скамье семейства Ютул. Жители Эдды поют псалмы, вспоминая Видара, не замечая надвигающуюся на город угрозу. Священник зачитывает священное писание, где напоминает о долге сына перед отцом. И это слышит Фьор, который все же пришел на похороны. Раздаются удары грома. Магне молится о лишении его сил, а Фьор идет к гробу отца. И в момент, когда гроб выносят из алтаря, раздается мощный удар грома, а из окон вылетают все стекла. Позже Грай и ее мать собирают вещи. Девушка ждет Фьора, но он не приходит. Зато приходит Магне, чтобы попрощаться с девушкой, после чего она поднимается в дом, чтобы позвать Фьора. Но тот отказывается уезжать. Есть что-то дороже ее. Увидев его изменившийся глаз, Грай убегает и просит мать уезжать побыстрее. Младший Ютул идет на вершину горы и вытаскивает захороненный там древний мировой топор Видара. Магне просыпается от страшного сна. Изольда смотрит на него укоряющим взглядом и, сходя вниз, падает с лестницы. Он ничего не видит. Турит приносит ему очки. Магне понимает, что случилось то, чего он и хотел. Силы покинули его. Тем же утром Сакса делает замечание ран. Женщина злоупотребляет алкоголем, а та интересуется, неужели ей безразлична гибель Видара. Девушка согласно кивает. Она ничего не чувствует. Она спешит на завод, но, войдя в кабинет, обнаруживает за столом Фьора. Он приступил к обязанностям руководителя, соответственно суставам. Он выставляет Саксу и удаляет фото с Грай. Магне идет к Воттану, и тот прогоняет слабака. Ни Иман, ни Гарри больше не признают его. Скорбящий Лаурец идет в Ютлхейм, где Ран требует свой ключ и подтверждает, что Видар намеревался убить его. Тем временем Магне готовится к экзамену, когда Эрик делает замечание. Парень слишком упирает на историю, которую и так все знают. Было бы гораздо лучше, если бы он посмотрел на те события современными глазами. Магне возражает. Если добро побеждает, убив зло, оно само становится злом. Эрик доволен. Моральная сторона мифов – очень интересный материал. В этот момент Иман узнает свои оценки по английскому и приходит в возмущении. Она ведь хорошо знает язык. Девушка идет к Ран и, пользуясь своими силами, добивается исправления оценки. Тем временем Турит обнаруживает, что Лаурец держит в аквариуме какое-то чудовище, что, по ее мнению, отвратительно. Дождавшись известия, что Иман оспорила оценку, Магне напоминает. Сила не для личного пользования. Но девушка парирует. Он теперь никто, и ей наплевать на его мнение. Турит требует убрать тварь из дома, но ей приходится согласиться на желание сына, когда он напоминает о потере отца. Возвращаясь домой, Магне становится свидетелем избиения Гарри парня, который хотел смошенничать и не заплатил за бензин. Он вмешивается, но опять получает напоминание, что его мнение теперь не ценится. Позже он просит Лауреца простить его, ведь он искренне хотел защитить брата. Он отказался от сил, и их забрали. Братья обнимаются, но помогать в битве Локи отказывается. Фьор железной рукой начинает вести дела фирмы и увольняет Турит по личным мотивам. Узнав об этом, Магне спешит к заводу и нападает на Фьора, забыв о том, что его сил больше нет. В итоге Ютул избивает его и бросает валяться на парковке, сказав, что тот не заслуживает даже смерти. Избитый парень идет к Воттану и просит разрешения вернуться в ряды бойцов с условием, что не будет убивать. Но тот напоминает, других способов просто нет. После возвращения Фьора, Ран становится на его сторону, тем более Магне лишился сил, и теперь компания – первоочередная задача. Сакса против новой политики, но ее не слушают. Новая симпатия Магне, Сигню, призывает парня продолжать борьбу с Ютул Индастрис, в то время как Сакса уговаривает Лауреца проголосовать против Фьора, ведь как ни крути, он член семьи. За это она предлагает ему ключ Ютулхейма и деньги. Вечером Лаурец приходит к Ютулам, и Фьору приходится приветствовать брата. А Магне в это время совершает пробежку и видит установку камня на могиле Изольды. После ужина Фьор интересуется ожиданиями Лауреца, и тот напоминает – он тоже великан. Фьор готов перекупить его голос, ведь у него денег гораздо больше. Ран отвозит Лауреца домой и предупреждает его держаться подальше от ее семьи. Лаурец издевается. Даже будучи бастардом, он родственник Видара, в то время как остальные на самом деле не семья. Все это фарс для окружающих, так как они бесплодны. Разозленная Ран идет за ним в дом и нападает на Лауреца. Магне пытается помочь, но безуспешно. Ран открыто обещает уничтожить его семью, ведь силы покинули Магне. Убийство предотвращает возвращение Турит. Магне решает сделать все возможное, чтобы выиграть войну, и возвращается к Воттану, чтобы восстановить свои силы. Воттан напоминает, что его величайшее оружие – Мьёльнир. Его единственный шанс против великанов. Магне соглашается солгать Лаурецу и получить ключ Ютулхейма. Команда воителей отправляется на завод Ютулов, так как незадолго до этого Один напоминает, что у них есть все для создания молота – перо вельвы и наконечник стрелы ран. При упоминании гнома в комнату входит Халвар. Остается найти вечный огонь, а он может быть только где-то на фабрике. Проникнув на территорию, команда идет к старому складу, но внезапно видит охранников. Вот он, Один, вызывается отвлечь их внимание, пока они будут ковать молот. Старик выходит на свет и делает вид, что не может идти. Охрана озадачена, но, вспомнив наказ, особо строго охранять это здание, уводят старика к проходной, сообщив о происшествии Фьору. Гарри намерен сломать замок склада, но Магне вытаскивает ключ, который выманил у Лауреца, соврав, что намерен произвести впечатление на Сигню, вывесив баннер протеста на складе Ютула, что и проделывают Имман и Халвар. Войдя внутрь, герои начинают искать огонь, но нет ничего похожего на костер. Магна читает слова саги и все понимают, должно быть подземелье. Оно находится неподалеку, и пока Имман остается, чтобы вести наблюдение, остальные спускаются в подвал и находят древнюю кузницу, в которой пылает вечный огонь. В этот момент на завод приезжает Фьор, и в то время, как герои принимаются за дело, Имман выходит на битву. Под ударами кувалды сплавляются воедино древнее железо, перо и наконечник великанского оружия, а наверху идет смертельный бой. И Имман начинает терпеть поражение. Гарри просит окончить дело, а сам идет на выручку подруге. Остается обрубить рукоять, но Халвар никогда не делал этого, и она получается слишком короткой. Но Магне одобряет работу карлика, остужает готовый молот и спешит наверх. Гарри приказывает всем бежать, а сам сдерживает Фьора, но тот, отбросив мужчину к двери, захлопывает ее, ампутируя часть руки защитника. Имман возвращается на помощь, приказывая Магне вынести молот с фабрики. Прибывает полиция, и теперь уже Халвар идет к ним, отвлекая внимание от Магне. Парень выбирается с фабрики и идет домой, где его встречают мать и брат, поздравляя Магне с днем рождения, о котором он совсем забыл. В новостях сообщают о проникновении на фабрику, вывешенном баннеры протеста и аресте четырех человек. Магне признается, что он тоже был в составе группы, и вопреки опасениям, Турит принимает это спокойно. Даже не распаковав подарки, Магне идет на гору и пытается бросить Мьёльнир, но силы так и не возвращаются. Магне звонит Имман. Молот не работает, и та велит делать что угодно, но добиться успеха. Он возвращается домой, где Турит просит парней сходить за бургерами. Они отправляются в кафе, где Сигню одобряет проведенную акцию, а Лаурец пытается добиться внимания бармена. В это время по ТВ проходит сообщение о готовящемся закрытии фабрик Ютула, так как доказано загрязнение среды их производствами, и к тому же выявлена неуплата налогов. Сакса тоже слушает это сообщение. Она пытается исправить ситуацию и просит созвать пресс-конференцию. Тем временем директор приюта увольняет Имман и Халвара, что вызывает протесты окружающих. Вот он произносит пламенную речь со словами благодарности настоящим героям и запевает национальный гимн в их честь. Магне никак не может понять, что нужно сделать с Мьёльнером, когда Турит просит принести вещи Лауреца, так как она боится входить в его комнату из-за ужасного питомца. Озадаченный парень идет в комнату и видит кошмарного червя, настоящее порождение ада. Лаурец приходит в кафе, где отдыхают Имман и Гарри, и застает бармена в объятиях эксперта. Разочарованный парень уходит прочь. Тем временем Фьор объявляет о переносе своего производства в Азию, где правительство более лояльно относится к бизнесу. Турит в этот день впервые выходит на работу в магазин и слышит опасения жителей Эдды, которые могут потерять работу и жилье. Потерявший надежду на отношения Лаурец кормит своего червя, в то время как Магне опять и опять перечитывает древние сказания о Торе. И вдруг задумывается, ведь Тора создала молния. И тут по ТВ проходят новости, что норвежское правительство сдает назад в деле Ютулов, так как понимает, что это приведет к массовым потерям рабочих мест. Тем более, что владельцы пообещали устранить последствия утечки. Фьор празднует победу. А Магне возмущается, отчего знакомый начинает искрить электричество, а из его комнаты раздается стук. Парень спешит наверх, видит распахнутое окно и подергивающийся молот. Он берет Мьёльнир, когда в комнату входит Лаурец. Он понял, что брат солгал ему и изготовил оружие, которое может убить и его тоже. Не ответив, Магне идет под бурю, протягивает молот к небу и пробуждает Мьёльнир, удерживая его в руке, пока в него не ударит молния. Его силы возвращаются. В Ютулхейме Фьор и Ран узнают, что Сакса отдала ключ Лаурецу и наказывают ее за предательство, а после этого уходят, чтобы убить парня. Магне отправляется в Ютулхейм, чтобы встретиться лицом к лицу с Фьором, но находит избитую Саксу. Она видит молот, а он вдруг жалеет израненную девушку, но она скрывает правду о намерениях семьи в отношении Лауреца, который в это время, находясь дома один, слышит, как враги входят в дом. Сакса пытается уговорить Магне действовать сообща, в то время как Лаурец прячется на кухне, но Ран не замечает его. Магне понимает намерения Саксы, а Ран слышит звуки, издаваемые червем. Думая, что усыпила бдительность Магне, Сакса бросается за молотом, но Магне опережает ее и готов опустить молот на ее голову. В это время в его доме Лаурец попадается в руки Фьора, а в Ютулхейме между молодыми людьми проскакивает искра, и они сближаются. Лаурец просит пощады и заявляет, что только он владеет тем, что может убить Магне. Когда Фьор и Ран собираются уезжать, на улице появляется Магне и атакует их Мьёльниром. Молот пробивает автомобиль Ютулов, и он взрывается. Магне поднимает избитого, но живого Лауреца, и тот обещает простить брата за обман. Утром он несет своего жуткого питомца на берег моря и, поцеловав, отпускает на волю, наказав расти большим и сильным. И отомстить всем его врагам. Ран и Фьор наблюдают за этим с берега. Сериал вызвал много противоположных высказываний. От восторгов до откровенных возмущений. Но в одном зрители сходятся. История получилась довольно захватывающей. Актуальная тема экологии органично вписана в сюжет, как один из ключевых элементов истории. Ну и, конечно, покоряют виды суровой, но такой прекрасной природы Скандинавии. Благодаря высоким оценкам студия сообщила о продлении сериала на третий сезон уже в этом 2023 году.